Всем огромный привет! Наконец-то я подготовила свою подборку об искусстве. Здесь у меня книги, которые я читала с декабря 2019 года. Сразу хочу обозначить свою позицию, что я не искусствовед, я обыкновенный читатель. И моё увлечение книгами об искусстве началось в октябре 2017 года, когда, мне кажется, это было практически случайностью, я прочитала «Силу искусства» Саймона Шамы. Если я найду видео, в котором я рассказываю про силу искусства, я оставлю в описании. И она меня настолько поглотила, настолько я загорелась этой темой, что я с тех пор читаю книги об искусстве. И до сих пор мне это очень интересно, мне нравится. Читаю я эти книги в своё удовольствие, и когда у меня накапливается определённое количество, тогда я про них рассказываю отдельно от прочитанного. При этом я не слушаю подкасты, я не смотрю какие-то передачи, потому что мне гораздо больше нравится читать именно книги. И давайте я начну с книжки, которая вышла в декабре 2019 года, и я её сразу прочитала, и вообще это одна из лучших книг 2019 года. Этот автор стал для меня практически стопроцентной гарантией качества, что книга, которую он напишет, будет потрясающая. Это Шэнкс Хейн и его авангардисты. Он приезжал на презентацию книги на нонфикшн, он мне очень понравился, у меня есть от него автограф, и что мне ещё понравилось, то, что на этой презентации были наши зрители, которые, как и я, тоже стали читать книжки об искусстве. Что мне особо нравится в его книгах, да, это всего лишь вторая книжка, тут надо признаться. Первая была «Русские сезоны Дягилева», после которой я прочитала очень много книг об этом периоде. Шэнкс Хейн пишет о том, что ему реально нравится, о том, чем он горит, и у него получается заразить этим своего читателя. И вот то, как он рассказывал про авангардистов, как он рассказал, как ему и когда понравился Малевич, после этого равнодушным, как минимум равнодушным, вы не сможете остаться. Рассказывая про авангардистов, он берёт, казалось бы, небольшой исторический период с 1917 по 1935 год. Но то, сколько за этот период успели сделать художники, это нечто невероятное. Всё началось с 1915 года, когда была выставка, на которой Малевич показал свой чёрный квадрат. И вокруг чёрного квадрата до сих пор ведутся какие-то дискуссии, дебаты, что люди, которые смотрят на эту картину, делятся на два типа, которые либо ненавидят её, либо не понимают, либо говорят, что это может нарисовать любой человек. Но подобные картины надо рассматривать именно в исторической перспективе, потому что они очень сильно повлияли на искусство. Фактически история русского авангарда началась в 1915 году, когда состоялась выставка 010. Именно на ней Малевич показал свой чёрный квадрат. При этом он не просто повесил эту картину, он повесил её в углу, как обычно в русских избах вешали иконы. Таким образом, Малевич нам показал, что история меняется полностью, и к старому она уже не вернётся. Это было очень ново, это было очень необычно. И именно с этого началась история супрематизма и русского авангарда. И в своей книге Шэнгс Хейн сетует о том, что не все авангардисты известны в мире так, как этого заслуживают. Да, очень известен Малевич, Лисицкий, Родченко, Попова, но мало кто знает о Владимире Татлине, который нравится Шэнгс Хейну и нравится мне. Владимир Татлин создал такую вещь, как памятник третьего интернационала. То, что должно было быть построено, по-моему, в размером 400 метров, то, как он представлял эту башню, ну, она, наверное, не могла бы появиться в реальности, но, как минимум, ей могли бы сделать какой-то памятник, как памятник русскому авангарду, потому что выглядит она совершенно потрясающе. И даже когда сейчас ты смотришь на фотографии тех времён, когда он делал этот памятник, когда ты смотришь на какие-то иллюстрации с ней, это до сих пор выглядит очень необычно, и даже во многом, я бы сказала, инопланетно. И у Татлина таких работ необычных, их реально очень много. За тот небольшой срок, когда авангардисты были в России на передовых позициях, они опробовали очень много форм самовыражения. Они устраивали инсталляции, перформансы, и занимались абстрактным и концептуальным искусством, которое, в принципе, в мире было очень новым и молодым явлением. А после революции сложилась, в принципе, уникальная ситуация, потому что художники были наделены серьёзными полномочиями в культурной политике. Они занимали высокие посты и могли влиять на искусство в стране. И ещё, что выделяет русских авангардистов от авангардизма в мире, это то, что они все занимались педагогической деятельностью всю свою жизнь. Татлин, Малевич, у них всегда были ученики, при этом они не просто их учили, они очень часто с ними делали совместные проекты. Но у русского авангарда история в итоге сложилась не очень весёлая, потому что после эйфории 1917-1918 года гайки стали закручивать, потом вышел соцреализм на передовые позиции, ну, соцреализм в искусстве, и свой авторитет стали терять очень многие. И несмотря на то, что русский авангард был на пике короткое время, он очень сильно повлиял не только на русское искусство, но и на мировое. И вот что меня очень сильно удивило в истории Ушенга Схейна, я об этом не знала, очень много художников-супрематистов выставляется в Нидерландах на постоянных экспозициях. Именно тогда, по-моему, Ушенгу Схейну было 12 лет, когда он впервые познакомился с творчеством Малевича. Про книгу Ушенга Схейна можно говорить бесконечно. Вот насколько это здорово, когда автор горит своей темой и настолько увлекательно умеет о ней написать и рассказать, что даже если вам это вообще не интересно, то, мне кажется, у Ушенга Схейна это станет интересно. И большой плюс книжки в том, что здесь очень много фотографий. Ты погружаешься в то время просто с головой. И сразу после большой книжки об искусстве я вам покажу книжку-крошку. Это «Краткая квир-история искусства» Алекса Пилчера. Автор намечает лишь определенные пути, по которым у искусства исследует квир-опыт. При этом он берет произведения с 1900-го по наши дни. И для меня вот в этой книге было очень много имен и неизвестных работ. Автор в тексте делает акцент именно на картинах и фотографиях, а не на историях о том, как они создавались. То есть Пилчер берет определенную работу, рассказывает о том, когда она создавалась, кем она создавалась. И кратко описывает, что этой работой хотел сказать художник. Мне очень понравилась мысль, которую Пилчер здесь затронул. И на которую я раньше обращала внимание и не понимала, почему это так происходит. Действительно, в арт-критике есть такая тенденция, что работы, которые созданы женщинами, обязательно связывают с их биографией, с их личностью. Что любой образ, который женщина рисует на картине, отражает ее. И вот из этого вытекает такая мысль, которую я неоднократно читала в работах о Фриде Калла. Ее творчество очень эгоцентрично, очень эгоистично. Она пишет только о себе и только себя. И вот это, мне кажется, не очень правильно. Точно так же можно писать о любом художнике, неважно, какого он в принципе пола. Если вам интересна эта тема и если вам интересно посмотреть на искусство, которое менее известно в широких массах, то я прям эту книжку рекомендую. Казалось бы, такая небольшая книжка, но она дает очень много пищи для размышлений. Так, следующая книга у меня, та, которая мне понравилась меньше всего. Это Мария Санти просто об искусстве. Краткий обзор истории искусства с древних времен до наших дней. Сама Мария Санти искусствовед и пишет она об искусстве с большой долей иронии. Эта книга одновременно и хороша, и плоха для тех, кто только начинает знакомиться с историей искусства. Хороша она в том, что она действительно очень кратко, очень здорово описывает определенные исторические периоды, приводит при этом ключевые работы, но ее большой минус в том, что пишет она о многом с иронией. И у читателя, который, допустим, прочитал, и у него эта книжка первая, вторая, пятая, он ко многим произведениям может относиться изначально очень свысока и по снобиске. Прочитав эту книжку, можно воротить нос и говорить, что, ой, ну такое бы сделала кто угодно, например, от Марселя Дюшана, который, да, я не очень его люблю, но я понимаю, насколько он важен в истории искусства и насколько он важен в истории 20 века, и что благодаря Марселю Дюшану появилось такое направление в искусстве, как поп-арт. Да, изначально были его рейдимейды, это было очень смешно, это было нелепо, и такое может сделать кто угодно, но почему-то не делает. Точно так же она пишет здесь о Малевиче, вот то, что я говорила в «Авангардистах», после ее книжки можно говорить о том, что Малевич переоценен. Почему и как сложилось так, что Малевич настолько известен в мире, тоже лучше узнать, прежде чем воротить от него нос. Вот в этом книга мне очень не понравилась, не знаю, ходить по музею и говорить, ой, это нарисует кто угодно, ой, такое может сделать мой ребенок, но они этого не делают. И вот когда такое говоришь, лучше узнать бэкграунд произведения, прежде чем относиться к нему высокомерно. Давайте я вам лучше расскажу уже про книжку, в которую автор тоже вложила очень много знаний, это Барбара Эрли Хвайт «Ренуар. Частная жизнь». Барбара Эрли Хвайт всю свою жизнь занимается творчеством Ренуара, знакомилась с потомками его семьи, благодаря этому у нее был доступ к тем письмам, архивам, которые недоступны широкой публике. Во многом это сыграло минусом для книжки, потому что периодически текст мне казался суховат. Вообще я не большой любитель импрессионизма, и меня всегда удивляет то, насколько революционное искусство своего времени стало фактически таким салонным, можно сказать, что импрессионисты очень здорово украшают интерьер, ну, если не думать о том, сколько они сейчас стоят. В чем текст мне показался суховатым? Барбара Эрли Хвайт приводит ненужные подробности. Картина стоила в 1898 году вот столько-то, и идет огромный абзац о том, сколько она стоила спустя 5 лет, 7 лет, 10 лет. Мне такие подробности, вот, как читателю, неинтересны. Да, Ренуар продает картины, да, он там становится все более известным, более почитаемым художником, но вот этот рост стоимости, я понимаю обоснованность такой информации, как в книге «Истории торговцев картинами» Дюран Рюэль и Валар. Те люди, которые торговали импрессионизмом, которые не боялись там новых художников, да, там это нужно. Здесь же я не вижу такой острой необходимости. Вот я читаю уже не первую биографию об импрессионистах, мне очень понравилась книжка про Клода Мане, и что еще интересно, когда ты читаешь про импрессионистов. Вот ты смотришь на их работы, они такие солнечные, они такие светлые, тебе все время кажется, что эти художники, они такие ля-ля-ля, вот в хорошем настроении рисовали эти картины, и все тут у них цветочки, бабочки порхают, ничего подобного. Вот как Клод Мане обычно в каком-то очень мрачном настроении рисовал свои солнечные картины, точно так же и Ренуар. В дурном настроении, когда жизнь не складывается, он мог бы творить, как тот же Мунк, но нет. Ты смотришь на картины Ренуара, и тебе кажется, что у этого человека все было просто прекрасно. И что Ренуара отличает от остальных импрессионистов, он один из немногих, кто из бедной семьи. Этот человек знал, что такое нужда, и он все время боялся, что он оставит свою семью в нищете. Вообще Эрли Хвайт, она пишет не только о самом Ренуаре, она затрагивает немножко его детей, как сложилась их жизнь после смерти Ренуара. И мне понравилось, что она не идеализирует художника, он у нее производит неоднозначное впечатление. Этот человек со своими недостатками, достоинствами, у которого тоже были какие-то тяжелые периоды в жизни, когда он не всегда правильно себя вел. Вот это очень здорово, но слишком много цифр для меня. Если вы интересуетесь Ренуаром, если вы в целом увлекаетесь импрессионистами, потому что импрессионизм – это одно из самых популярных и известных направлений в мире, то я прям эту книжечку вам рекомендую. От следующих книг я не ожидала ничего, а получила очень много. Это Мэри Габриэль «Женщины девятой улицы». Я прочитала первый том, а второй я читала в электронке. Мэри Габриэль рассказывает о пяти художницах – Эллен Де Кунинг, Ли Краснер, Грейс Хартиган, Хелен Франкентайлер и Джоан Митчелл. В первом томе она охватывает период с 1928 по 1948, а во втором томе – с 1948 по 1955. И в первом томе она засредотачивает свое внимание именно на Ли Краснер и Эллен Де Кунинг. Ну, остальные художницы – они немножечко, не немножечко, а они другого поколения. Мэри Габриэль рассказывает о совершенно разных женщинах с разными взглядами на жизнь и разными способами осуществления своих целей. В первом томе в предисловии она говорит о такой вещи, что из-за того, что она берет вот сразу пять художниц, у нее будет немножечко, ну, такое вот поверхностное и быстрое повествование. Она очень сильно преуменьшила то, что и как она написала. Потому что через историю этих пяти женщин она рассказывает о истории Нью-Йоркской школы в целом. Она нам рассказывает об очень многих художниках, и неважно, какого они там пола были. Она рассказывает о поэтах, она рассказывает о писателях, она рассказывает о критиках. И у нее получается цельная картина того, чем жил культурный Нью-Йорк в этот период. В первом томе мы наблюдаем не только за тем, как жила Эллен де Кунинг и Ли Краснер, но и за их отношениями с Вильямом де Кунингом и Джексоном Поллоком. Вообще в этих двух томах, которые я прочитала, про Джексона Поллока очень много написано. Меня это только порадовало. И их отношения с Ли Краснер она раскрыла очень здорово. Нельзя сказать, что Ли Краснер пожертвовала собой как художницы ради того, чтобы сделать из Джексона Поллока художника с мировой известностью. Она его направила на это, потому что без нее он бы не добился той популярности, которую она ему сделала. Да, она в итоге от от сдвинулась на второй план как художник, но тем не менее свой внутренний стержень она за всю жизнь так и не потеряла. И смогла в итоге после смерти Поллока вернуться к рисованию и добиться известности. В первом томе Мэри Габриэль рассказала про Пегги Гугенхайм. Если вы видели мои предыдущие подборки, то помните, что я читала ее автобиографию. И эта женщина, несмотря на то, как сильно она помогла современному искусству, она мне ужасно не понравилась. И вот все то, что я предполагала есть в Пегги Гугенхайм, я уже встречаю. Не только у Мэри Габриэль на страницах, но еще я об этом где-то читала. При всей своей заинтересованности и помощи современному искусству Пегги Гугенхайм была страшной женоненавистницей и скандалисткой. То, как она относилась к Ли Краснер, это ужасно неприятно, противно. И насколько она как человек Пегги Гугенхайм, я вообще и про нее больше не хочу ничего читать и слышать. И Мэри Габриэль еще умудряется рассказать про волну эмиграции, которые приезжают там во время Второй мировой войны, до Второй мировой войны. И она очень здорово рассказывает про Пита Мандриана. Он был знаком с Ли Краснер. И Пит Мандриан, вот ты смотришь на его картины, да, вот с этими полосками. Настолько лаконичный, настолько щепетильный. И точно такое же впечатление Мандриан производил и в жизни. Но у них с Ли Краснер было одно общее увлечение. Они ходили на джазовые выступления. И он любил танцевать. Танцевал он очень нестандартно, но при этом ничего не стеснялся. Этот момент мне очень понравился. Во втором же томе Мэри Габриэль рассказывает нам уже про трех других художниц. Ну, она сосредотачивает свое внимание на Хартиган, Франкен Тайлер и Джоан Митчелл. Вообще Мэри Габриэль сподвигла написать эту работу «Встреча с Грейс Хартиган» в 90-е, когда Хартиган была уже известной художницей, преподавателем, человеком очень авторитетным. И когда она начала распутывать вот эту историю художниц, отношение к художницам в Нью-Йоркской школе, у нее бы и получилась эта работа. У Грейс Хартиган удивительная судьба, и будь она не художницей, а художником, к ней бы относились немножечко иначе. Дело в том, что до того, как осознать, что вся ее жизнь должна сосредоточиться только на творчестве, она успела побывать замужем и родить ребенка. В итоге она оставила своего ребенка с родителями и переехала в Нью-Йорк. Если бы это сделал художник, то это бы все восприняли как жертву ради искусства, а Грейс Хартиган долгое время порицали за это. При этом Грейс Хартиган – одна из редких представителей Нью-Йоркской школы, которая в 31 год стала выставляться в Нью-Йоркском музее современного искусства. Такого не достиг никто в таком раннем возрасте. Хелен Франкентайлер была одной из немногих художниц, с которой не надо было думать, как и на что жить. Она была из очень обеспеченной семьи. В авангардном экспрессионизме она, по идее, должна стоять наравне с Джексоном Поллоком, потому что она была таким же новатором. При этом, благодаря тому, что она на своей главной картине поставила дату, мы даже знаем, когда она это сделала. Это 26 октября 1962 года. Это картина «Горы и реки», которая стала переломной в ее творчестве. Но о Хелен Франкентайлер мы знаем гораздо меньше. Про Джоан Митчелл я вам ничего не скажу, потому что, пока я про нее читала, мне она не понравилась. Она произвела достаточно неоднозначное впечатление на меня. Она немножечко похожа на Пегги Гугенхайм. Она любила скандалить. И она не очень хорошо отзывалась о своих коллегах, особенно о Хартиган и Франкентайлер. Я понимаю, что это было из-за того, что, в принципе, художницам долгое время они относились серьезно. Но вместо того, чтобы как-то вот сплотиться, они поливали друг друга грязью. Вот у Джоан Митчелл это получалось лучше всего. Также во втором томе Мэри Габриэль не забывает нам рассказывать про Эллен де Кунинг и Ли Краснер, и у Ли Краснер с Джексоном Поллоком. Прямо скажем, во втором томе взят уже тот период, когда все совсем не гладко. Вообще, не знаю, я бы этой женщине просто памятник поставила за то, что она, ну, скажем честно, она терпела столько лет Джексона Поллока, потому что жить с таким человеком, ну, надо иметь невероятную силу воли. И я с большим нетерпением жду выхода третьего тома, надеюсь, это будет уже скоро, потому что «Женщины девятой улицы», я уже сейчас могу это сказать, это одна из лучших книг об искусстве, вернее, одна из лучших трилогий книг об искусстве, которые я прочитала в этом году. Давайте к следующей книжке перейдем. Это «Фотография. Как современное искусство». Шарлотта Коттен рассказывает нам историю фотографий, виды фотографий. Я совершенно не разбираюсь в истории фотографий, в фотографии как явлений искусства, потому что никогда особо этим не интересовалось, и кроме парочки имен я не знаю вообще никого. Так вот, Шарлотта Коттен рассказывает нам о наиболее известных представителях современной фотографии. Когда я читала эту книжку, я поняла, что могу узнать только одного фотографа, который был в прошлом году на выставке фонда «Луи Виттон», это Андрея Сгурцки. Его фотографии я теперь узнаю всегда, остальных нет, извините, я не узнаю. Книга, книга в принципе хорошая, но меня очень сильно смутил один момент. Дело в том, что когда Шарлотта Коттен написывает определенную фотографию, рассказывает о том, как ее должны воспринять зрители, мои впечатления диаметрально противоположные. Вот она пишет о какой-то фотографии, что она милая, солнечная, на-на-на. У меня она вызывает тревогу. И вот таких фотографий очень много. Есть фотографии, даже не фотографии, есть проекты, которые, вот, кстати, да, здесь есть проекты, которые были в 90-е, и для меня они знакомы, потому что эти фотографии я очень часто видела в каких-то журналах. Описание ее и мое восприятие очень сильно разнятся. Знаете, тут есть проект, для меня он очень неоднозначный, я ужасно плохо к нему на самом деле отношусь. Это Инесс Ван Ламсверде и Винут Матадин. Вдова фотографии 97-го года девочку сфотографировали как взрослую женщину. И у этих фотографов таких фотографий немало. Настолько для меня этот проект отвратителен, неприятен, и он настолько вызывает какое-то отторжение, Шарлоттой Коттон пишет о нем совершенно иное. Как мы так с автором не совпали вообще по очень многим пунктам, я не знаю. Поэтому, с одной стороны, книжка хорошая, особенно если вы увлекаетесь фотографией, а с другой стороны, мы с ней разошлись как в море корабли. Ох, за следующую книжку я себя корю, потому что у нее очень классное кликбейтное название, на которое я повелась. Все, что вы знаете об искусстве, неправда. Автор Мэтт Браун. Этот заголовок обещал мне нечто невероятное, но я этого не получила. Потому что в основном автор сосредотачивается на каких-то нелепых конспирологических теориях и их развенчание. Он развенчивает в этой книге мифы и разрушает стереотипы. Для меня книжка оказалась совершенно неинтересной, потому что в основном он пишет о тех вещах, которые, когда ты уже прочитаешь хотя бы парочку книг об искусстве, ты, как правило, об этих вещах знаешь. Ну вот, допустим, он пишет о том, что есть такое мнение, что каждое произведение искусства совершенно уникально. И это совершенно не так. Тут яркие примеры. Это Крик Мунка, который, по-моему, в девяти вариациях существует. Если говорить об искусстве конца 19-го, не беря только Мунка Крик, он приводит в пример еще Ван Гога Подсолнухи, картина, которая тоже существует в нескольких вариациях. В принципе, не могу сказать, что эта книга мне оказалась интересной. Вообще она может оказаться полезной, потому что я раньше прочитала очень классную книгу «99 глупых вопросов об искусстве» от нашего искусствоведа. И вот она написана гораздо круче. Там автор действительно раскрывает те вопросы, которые многие люди задают там в тех же музеях. Две следующих книги из нежно любимой мной серии «Основы искусства». Как только ее объявили, я тут же начала ее активно ждать, потому что именно такую книгу я хотела, и именно на такую тему я хочу, чтобы книги выходили у нас еще. Это «Глобальное искусство» Джессика Лак. Она рассказывает здесь о 50 направлениях в искусстве, которые нам мало известны, потому что они идут из тех стран, о которых, как правило, искусствоведы не пишут, забывают. В западном искусствоведении искусство из этих стран считали вторичным, третичным, и вообще рассматривали как примитивным, и чуть ли там не деградирующим. При этом, казалось бы, картина должна была поменяться еще в начале 20 века, когда Пабло Пикассо, Гоген, Матисса, многие другие увлеклись там различными статуэтками из Африки, когда художники конца 19 века увлекались японскими гравюрами, но, к сожалению, нет. К сожалению, этого все равно не было. И, казалось бы, какое небольшое исследование, но какую обширную географию Джессика Лак смогла затронуть. Здесь у нас Индия, Мексика, Болгария, Хорватия, Куба, Китай, Корея, Япония, Сенегал и многие другие. Ни одного представителя я вообще не знала. Для меня эта книга стала приятным открытием. И, несмотря на то, что, да, в основах искусства все пишется кратко, вам каждый раз авторы дают очень классный ориентир, и вы можете продолжить узнавать что-то о художниках самостоятельно в интернете дальше. Я ужасно довольна этой книгой, и теперь я хотела бы книгу на такую же тему, но с более обширным исследованием. Долго я думала, покупать мне следующую книжку или нет, но скидки решили все. Это античное искусство Сьюзен Вудфорд. Ее я прочитала в этом месяце. И Сьюзен Вудфорд рассказывает нам, наверное, о самой важной вехе западного искусства, потому что он повлиял на всю цивилизацию. И опять-таки придется сказать слово западную цивилизацию. И благодаря античному искусству у нас есть потрясающий период. Это искусство возрождения. Это Рафаэль, Микеланджело, Караваджо, Леонардо да Винчи, Тициан и многие-многие другие. Не было бы античного искусства, не было бы их. Она рассказывает о скультуре, об архитектуре и о самых известных, мне кажется, вещах. Это о различных амфорах. Я называю это вазы. Я думаю, если какой-то искусствовед смотрит это видео, ему будет очень смешно и стыдно за меня. Что-то новое из этой книжки я для себя не почерпнула. Единственное, что даст эта книга, это то, как греческая культура перешла в римскую и как на римскую культуру повлияла греческая. Вот этот момент здесь очень интересен. И мне кажется, именно у Сьюзен Вудфорд это получилось рассказать доступно. В этой книге, как и во всей серии, очень много фотографий, иллюстраций. Это огромный плюс. У Сьюзен Вудфорд получилось написать увлекательно, а не в самом интересном для меня периоде в искусстве, за что ей огромное спасибо. Последняя книга для меня стала небольшим разочарованием. Сейчас я поясню, почему. Это «Измы. Как понимать современное искусство» Сэм Филлипс. Он рассказывает нам о направлениях, обо всех направлениях в искусстве, начиная с импрессионизма. Потому что именно с импрессионизма началось настоящее разветвление направлений. Различные течения, различные школы. И XX век, если говорить об искусстве, славен именно тем, что здесь очень много различных школ. Сразу скажу, что книга отлично подойдет тем, кто только знакомится. Потому что Сэм Филлипс здорово раскладывает все по полочкам. Он рассказывает о самых известных представителях. Он рассказывает о течениях, которые как-то связаны с этим течением. И о течениях, которые, допустим, да, вот импрессионизм. Вот сейчас я вам открою, чтобы не быть голословной. Ну вот, допустим, вот он пишет о модернизме. И вот он пишет о том, кто близок к модернизму, какие направления. И кто не близок к модернизму. Он еще говорит о самых известных представителей каждого направления. И показывает определенную работу, знаковую в этом направлении. Что мне не понравилось? На мой взгляд, книга очень субъективная. Да, даже несмотря на то, что Сэм Филлипс в предисловии предупреждал, что это его субъективный взгляд. Я так и не поняла, почему он не выделил пуантилизм отдельно, а засунул его в неоимпрессионизм. И вот таких моментов очень много. При этом есть направления, которые не так известны, не так популярны, но он их все равно выделяет отдельно. В книжке очень чувствуется тот момент, что Сэм Филлипс британский искусствовед, потому что здесь большой акцент именно на английском искусстве. В итоге исследование произвело на меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, мне не понравился этот откровенный субъективизм, но с другой стороны, Сэм Филлипс очень здорово рассказывает о многих направлениях. При этом он затрагивает уже современное искусство, где я. Вот я до сих пор полный ноль. Здесь есть и постинтернет, и виртуальная реальность. И из всего вот этого многообразия я знаю только одно. То, что мне нравится, это стрит-арт. Если только знакомитесь с направлениями и хотите как-то разложить их в своей голове по полочкам, то Сэм Филлипс вам в этом поможет. Все, мои 10 книг подошли к концу. Я уже чувствую, как я выдыхаюсь. Огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, и вы действительно ждете от меня каждый раз такой подборки об искусстве, то, пожалуйста, напишите мне об этом комментарий. Потому что для меня это очень важно, поскольку такие видео не популярны. Все, всем огромное спасибо за внимание. Всем пока. И, котики, читайте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok